В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О рождаемости заключенных и расторгнутых браках в Саровском ЗАГСе подвели итоги первого полугодия. Обновление разметки арены и интерьера. Ледовый дворец готовится к новому сезону. Вкусный мастер-класс. Воспитанники детского лагеря «Искорка» приготовили пиццу в кофейне «Прайм». Далее расскажем обо всем подробно. В отделе ЗАГС Сарова подвели итоги первых шести месяцев этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в городе снизилась смертность и выросла рождаемость. Всего на свет появилось 409 маленьких саровчан. О том, какие имена выбрали родители своим новорожденным детям, каков средний возраст мам и пап, сколько саровчан узаконили или расторгли свои отношения, расскажем в следующем репортаже. Самыми популярными именами у родителей новорожденных саровчан стали Артем, Дмитрий, Александр и Никита. Эти имена лидируют из года в год. Девочек чаще всего в этом году называли Софией, Анастасией, Дарьей или Варварой. В число редких имен за этот период, полгодия 2019-го, среди мальчиков вошли такие имена, как Эрнест, Николай, Дамир, Дриан. Среди женских имен Тея, Айлин, Стефания, Тамила, Есения и Ясмин. Также прослеживается тенденция к возвращению старых русских имен. В Сарове появились несколько маленьких Платонов и Миронов – Пелагей, Анфис и Вер. С каждым годом увеличивается число вторых детей. В девяти семьях появились двойни. У кого-то родился второй и третий ребенок, у кого-то третий и четвертый, потому что было две девочки, родились два мальчика. И в одной семье стало теперь пять детей. Самой молодой маме было 16 лет, когда у нее родился малыш. Самой возрастной маме 49. Возраст пап колеблется от 18 до 35. Что касается браков, то в этом году их зарегистрировано 152, примерно на уровне прошлого года. Брачный возраст за последние годы вырос. Сегодня в основном свои отношения регистрируют пары в возрасте от 30 до 43 лет. Что касается разводов, то их было 159. Большую часть из них составили семьи, которые прожили вместе от 5 до 10 лет. Вроде бы люди, которые прожили 10 лет, уже друг друга узнали, узнали привычки, научились слышать, уважать, что происходит. Может быть, бытовые какие-то вопросы нерешаемые без расторжения брака. Это тоже на сегодняшний день имеет место быть. По статистике, такие семьи составляют 65% от общего числа подавших заявление на расторжение брака. Самый малый процент среди разводов составляют те, кто прожил вместе год или два. Сходить за грибами и выжить. Лето – самая подходящая пора для любителей тихой охоты. Но иногда увлеченные грибники так далеко заходят чаще леса, что выбраться оттуда самостоятельно уже не могут. Как бы хорошо ни была знакома местность, всегда есть опасность заблудиться. Поэтому, отправляясь в лес за грибами или ягодами, каждому человеку необходим минимальный набор, который вдали от дома поможет сохранить здоровье или даже спасти жизнь. Лес – это уникальная экосистема, которая несет неоспоримую пользу, но в некоторых случаях становится источником опасности для человека. Зачастую желание спрятаться в тени деревьев от городской жары или любовь к тихой охоте может завести так далеко, что даже самому опытному грибнику придется вспомнить школьный курс по основам безопасности жизнедеятельности. Лес – это не парк, это надо прекрасно понимать. И, к сожалению, для жителей города это та стихия, в которой они часто теряются. Закрытая непромокаемая обувь, головной убор и самый главный атрибут – компас. Перед тем, как отправиться в лес, специалисты советуют продумать экипировку и позаботиться о приборах, которые в случае опасности помогут найти выход из густой чащи. Чтобы не заблудиться в лесу, многие грибники берут с собой навигаторы. Однако стоит отметить, что современные гаджеты могут подвести в самый неподходящий момент. Это дублирующие средства к тем основным, которые не подвержены воздействию и экономичности аккумулятора. Навигационная программа не все поддерживает ту или иную местность. Ну, может элементарно вас сбить с толку в повесении в ту сторону. Заблудившись в лесу, главное – не поддаваться панике. Необходимо выбрать протяженный ориентир. Им может быть автомобильная дорога или водоем – объект, местоположение которого легче определить и с помощью компаса двигаться к нему. Если у вас есть возможность подать какой-то сигнал, то вам лучше находиться на месте. То есть вообще не расходовать. Ну, занимайтесь своим ночлегом. О том, что вы заблудились в лесу, необходимо сообщить по экстренному номеру службы спасения 112. Он сработает даже там, где не ловит сотовая связь. В Нижегородской области стартовал набор общественных экологических инспекторов. Добровольцы будут заниматься защитой экологического правопорядка и проводить разъяснительную работу с населением по реформе обращения с отходами. Каждому эковолонтеру нужно будет сдать экзамен на знание природоохранного законодательства. Только после этого ему будет выдано удостоверение и он сможет приступить к работе. Со списком экзаменационных вопросов можно ознакомиться на сайте Министерства экологии и природоохранных ресурсов Нижегородской области. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В этом году на капитальный ремонт жилья в Сарове потратят почти 300 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе совещания, которое глава администрации Алексей Голубев провел с руководством Нижегородского фонда капремонта. По словам замглавы департамента городского хозяйства Людмилы Шлипугиной, уже заключен контракт на работу в доме номер 19 по улице Александровича. А в ближайшее время состоится торги на ремонт дамов по улице Витикоробкова 4, Гагарина 15, Пушкина 36 и ряда других. Об использовании средств материнского капитала для покупки жилья расскажут по телефону. Горячую линию по теме государственная регистрация прав на жилые помещения, приобретаемые за счет средств материнского капитала, в понедельник 8 июля проведет региональное управление Росреестра. Звонки от жителей будут принимать по номеру 8 831 66 40452 с 9 до 11 часов утра. 27 и 28 июля на пляже озера Боровово пройдет первенство города по пляжному волейболу. Об этом сообщают в Центре поддержки предпринимательства. Принять участие в турнире приглашаются все желающие. Для этого необходимо 27 июля в 10 часов утра пройти регистрацию. Более подробная информация по телефону 8 915 946 54 14. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Главная ледовая арена города готовится к новому хоккейному сезону. С этого года для всех соревнований на территории нашей страны будет действовать новое правило разметки линий ворот и кругов вбрасывания. В Ледовом дворце проводится ремонт помещений, предназначенных для воспитанников детско-юншеской спортивной школы Саров и спортсменов городской федерации хоккея. Изменения в разметке ледовой арены коснутся двух линий ворот. Они сместятся на 65 сантиметров в сторону ближайшего короткого борта. А четыре круга вбрасывания, расположенные в конечных зонах, сдвинутся больше, чем на полметра. Также в сторону ограждений. Ну, если так вот объяснять, то уже два здоровых хоккеиста за воротами не проедут. Вот. Ну, это делается, я думаю, для того, чтобы защитникам было больше места у синей линии, ну, и чтобы за воротами, наверное, не играли. Ледовая арена с разметкой, нанесенной согласно новым правилам, будет готова к середине июля, когда у воспитанников спортивной школы начнутся первые тренировки. В помещениях, которые раньше занимали спортсмены из хоккейного клуба Саров, сейчас тоже идет ремонт. В новом сезоне туда приедут ребята из юношеской хоккейной лиги. Команда «Ракета» будет представлять наш город на первенстве Приволжского федерального округа среди юниоров до 18 лет. Дивизион «Запад». Учебно-тренировочные сборы у нас начинаются с 15 июля. Я думаю, что уже с 15 мы запустим на лед маленьких, с 20 старших юношей и группы ночной лиги. Ну, а уже с августа, где-то середина августа, будет массовое катание. В этом году игроки хоккейного клуба «Саров Инвест» смогут полноценно подготовиться к новому сезону. Первые тренировки наша команда проведет в начале августа. Это не только подготовка на льду, но и тренажерные залы, ручной мяч, футбол, плавание. То есть весь комплекс упражнений, которые необходимы для здоровья наших кист. В прошлом сезоне хоккейный клуб «Саров Инвест» занял четвертую строчку в турнирной таблице Высшей лиги чемпионата области. В этом году наша команда настроена только на победу. Соревнования среди сильнейших команд региона стартуют в ноябре. Как все успеть за 24 часа? Ритм, в котором живут люди в 21 веке, вряд ли можно назвать спокойным и размеренным. Нехватка времени, аврал и жесткий цейтнот – это испытания, справиться с которыми под силу далеко не каждому. Чтобы не стать жертвой стресса или синдрома хронической усталости, нужно научиться тайм-менеджменту или эффективному управлению временем. Галина Сайгушева из тех людей, которые научились управлять своим временем. Задумавшись однажды о том, сколько минут, а иногда и часов уходит на совершенно бессмысленные дела, она вывела формулу тайм-менеджмента или рационального использования времени. Изначально нужно избавиться от пожирателей времени. Это телевизор, это залипание в соцсетях, ненужные какие-то разговоры и вообще лень. Человеческая лень. Галина взяла под жесткий контроль свои будни и стала использовать освободившиеся часы с максимальной эффективностью. И в результате появилось дополнительное время на хобби, на новые проекты повышения квалификации. На прогулке с ребенком, пока он играет, можно быстро просмотреть почту или даже прочитать несколько страниц книги в электронном формате. Главная изначальная цель – мотивация. А потом уже можно выстраивать свою систему экономии времени, эффективного использования. Даже вопрос, сколько не в количестве времени, а то, как мы его используем. Вопрос именно в мотивации. Когда человек хочет, он найдет время для всего. Когда он не хочет, он найдет тысячу причин, чтобы это не делать. Для Галины мотиваторами стали дети, особенно младший ребенок, которому 5,5 лет. С ним нужно и погулять, и поиграть, и почитать. Когда все успеть, если есть еще работа и домашние дела. А детство такой момент краткосрочный. Он так быстро проходит. И хочется по максимуму каждую минуту насладиться, пока дети маленькие, пока можно с ними открывать мир по новой. Можно бесконечно долго рассуждать о нехватке времени и невозможности все успеть. А можно просто посчитать, сколько времени тратится впустую и начать использовать его эффективно. В сутках всегда будет 24 часа. А уже от человека зависит, как рационально он сможет распорядиться своим временем. Кино и мультфильмы под открытым небом. 5 июля на танцевальной площадке парка имени Зернова начнет свою работу летний кинотеатр. Каждую пятницу при условии хорошей погоды детям будут показывать полнометражные мультфильмы. Взрослым – семейное кино и фэнтези. Для удобного просмотра горожанам предложат пуфики и пледы. Подробнее о репертуаре летнего кинозала этого сезона расскажем в следующем репортаже. Летний кинотеатр в этом году откроет свои двери в шестой раз. Начиная с 5 июля и до середины августа, а если ночи будут теплыми, то и до конца лета соровчан от мала до велика приглашают в кино под открытым небом. Каждую пятницу на танцевальной площадке будут ждать удобные кресла, мешки, пуфики и пледы. В рамках детской программы мы показываем фильмы, ориентированные в первую очередь на детей. Либо это художественные фильмы семейного просмотра, либо это анимация. Анимация в этом году в основном полнометражная, то есть продолжительностью более часа. В этом сезоне юные соровчане узнают о новых похождениях букашек, дружбе огромной собаки Белли, мальчика-сироты Себастьяна и большом кошачьем побеге. Взрослым предлагают погрузиться в мир фэнтези и приключений. Пришельцы в доме, снежные гонки и еще несколько новинок кино зрители смогут посмотреть на большом экране. Все фильмы на сегодняшний день, включительно до середины августа, это 2018-2019 год. Мы взяли анимационные картины, допустим, для детской программы еще и французские, великобританские, есть индийская и китайская картины. Для взрослых программ это только отечественный кинематограф, это Россия. Начало сеансов 20-30 без возрастных ограничений. Сразу после окончания детского кино в 21-40 будут демонстрироваться художественные фильмы для тех, кто старше 16 лет. В рамках открытия проекта кино и мульт под открытым небом в этот раз мы приготовили небольшие сюрпризы и розыгрыш для наших гостей, которые придут в 20-30. Уже в эту пятницу, если не будет дождя, горожане смогут увидеть на большом экране два фильма. Полнометражный мультик для детей «Бегство викингов» или «Пять дней из жизни» Джонни Воробьева и семейное кино «Домовой». Более подробную информацию можно получить по телефону 53210-55202. В Дворце детского творчества продолжается вторая смена творческих мастерских «Искорка». В программе занятия спортом, экскурсии, игры и викторины. Обязательный элемент летней кампании в «Искорке» – мастер-классы. Один из них прошел в кофейне «Прайм» в торговом центре «Атом». Подробности в следующем репортаже. Даже летом Дворец детского творчества не дает своим воспитанникам скучать. Уже несколько лет подряд на базе ДТТ работает лагерь «Искорка». В этом году он проходит в формате творческих мастерских. Большое внимание в рамках этого проекта организаторы уделяют профориентации детей. И мы ходим по разным предприятиям и в разные интересные места, где ребята могут что-то увидеть, научиться, увидеть особенности той или иной профессии. Третий год подряд для ребят из «Искорки» открывает свои двери кофейня «Прайм», где ребята осваивают профессию кондитера. Это один из наших надежных социальных партнеров. Ну и так вошло в добрую традицию. Мы приходим, чему-то учимся, делаем что-то новое. Это для ребят интересное и полезное. Каждый год сотрудники кофейни готовят для ребят новые мастер-классы. С помощью кондитеров и поваров «Прайма» воспитанники «Искорки» научились делать различные десерты. В этом году было предложено приготовить пиццу. Как говорят сами ребята, полученные знания они обязательно воплотят в жизнь. Меня сегодня показали и научили, как делать пиццу самому. И я думаю, что дома попробую сделать тоже такую пиццу. Мне понравилось сделать пиццу и я хочу повторить это дома. И мне больше всего понравилось, когда мы посыпали ветчиной и сыром и раскладывали это равномерно. Вторая смена творческих мастерских «Искорка» продлится до 10 июля. За это время ребята посетят еще несколько мастер-классов на городских предприятиях и познакомятся с рядом других профессий. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.